Павел Липонин, в Финляндии слишком много негативного отношения к России, Уильсинген Санамать, Финляндия. Те ему лука. Уильсинген Санамать, Финляндия. 19 марта 2019 года. По мнению бывшего премьер-министра Финляндии Павла Липонина, Павла Липонин, Финляндия высказывает слишком много предвзятого негативного отношения к России. Мы относимся к России критично в связи с тем, что Россия делает в Крыму и на востоке Украины. Мы участвуем в санкциях, но такое предвзятое негативное отношение, не самый мудрый подход. Его слишком много, сказал Липонин в утренней передаче «Ле», или Липонин не сообщил конкретно, в чем проявляется негативное отношение к России. Негативное отношение заметно в СМИ. Нам нужно понимать ситуацию внутри России, что там происходит после распада СССР. Процесс централизации в стране зашел очень далеко, национализм поднимает голову. Конечно, это нас беспокоит. Липонин не видит противоречий в том, что в Европе в сотрудничестве с Россией строятся новые газопроводы и в то же время действуют экономические санкции. Разве Россия не зависит от того, что она может экспортировать нефть и газ? А для Германии жизненно важно иметь возможность импортировать газ. Липонин является консультантом компании «Северный поток», который уже построил один газопровод из России по дну Балтийского моря до Германии. Сейчас реализуется проект газопровода «Северный поток-2», из-за которого отношения Германии и США сильно усложнились. В США Липонина называют человеком Путина. По мнению Липонина, Евросоюзу нужно укреплять свои позиции, хотя популистские партии пользуются успехом во многих странах. По его мнению, Европейский Союз останется в одиночестве, поскольку Америка перестала быть таким союзником, как раньше, а Китай крепнет. «Евросоюз может оказаться загнанным в угол. Тогда нам придется искать простор для действий в ЕС. Сейчас нужно взять собственную судьбу в свои руки», как однажды хорошо сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. «Ангела Меркель. Нужно укрепить экономику, развивать оборонное сотрудничество, лучше контролировать внешние границы. Нужно идти вперед. Он удивлен тем, как мало в Финляндии говорят о Евросоюзе, несмотря на то, что Финляндия станет в июле председателем Евросоюза. Я удивлен, что на предвыборных дебатах никто не поднимает тему Евросоюза. Просто сказать «нет» уже недостаточно. Сейчас нужно искать решение. 77-летний Липанин был премьер-министром Финляндии с 1995 по 2003 год. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.